Людмила Михайловна увлеклась вязанием ещё в детском возрасте. Её первым изделием был берет. С тех пор она не расстаётся со спицами. Правда, теперь вяжет не только для себя и родных. Она стала участницей социального проекта «Тепло-Биск». И уже несколько лет помогает принарядиться к зиме деткам из малообеспеченных семей и находящимся в трудной жизненной ситуации. Меня соседка пригласила сюда. Она знает, что я для себя вяжу, для внуков. Но она говорит, ты же всё равно занимаешься. Давай, говорит, пойдём. А у меня было много навязано детских тапочек, носочков было много навязано. Я их собрала и сюда принесла. В проекте «Тепло-Биск» участвуют разные мастерицы, но постоянных восемь. Все они вкладывают в свои работы душевное тепло. Носки, шапки, шарфы, жилетки и даже юбки. На детей от трёх лет и старше. Я постоянно напоминаю нашим участницам, что мы вяжем для детей, поэтому вяжем с добрым посылом. Что всё, о чём мы думаем, это и есть наша энергия. Куда мы энергию свою направляем, где наше внимание, там наша энергия. Мы создаём, мы созидаем. Сегодня мастерицы подготовили связанные вещи. Они подарили их подопечным, дома ребёнка и Бийского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Дети обездоленные, они не видят радости. Для них приятно, когда о них заботятся. И это важно. Но я подарки дарить не хожу, потому что я очень сентиментальная. Девочки ходят, у кого нервишки покрепчите, ходят. В общей сложности было передано больше 120 вещей. Но на этом мастерицы не заканчивают свою работу. Многие параллельно вяжут тёплые носки для мобилизованных мужчин. В скором времени отправят первую посылку. Алёна Кисеева, Илья Питков. Будни. До свидания. До свидания.